Терраса, с которой открываются панорамы Царскосельского парка, обрела свой строгий стройный вид. Она здесь словно гранитный бастион посреди зеленого моря цветов, кустов и деревьев. Год назад картина была иной. Каменные блоки покосились, а вся стена угрожающе наклонилась вперед. И через террасу просто текла вода. Вода замерзала, смещала блоки облицовки. И ситуация была достаточно печальная. Стены были просто наклонены. Они были в предаварийном состоянии, могли обрушиться. Реставраторы разобрали гранитные блоки, очистили их, а затем уложили обратно, проложив между ними толстые листы свинца. Терраса помолодела, но при этом сохранила свой исторический облик. Шрамы войны как напоминание о грозных страницах истории. Это следы от осколков. Их решено сохранить в том виде, в каком они до нас нашли. После реставрации осталось поставить на место статуи. Античных героев сделали у мастерской хамбургера полтора века назад. Их создавали методом гальванопластики, поэтому даже кран реставраторам не потребовался. Скульптуры внутри полые. Фигуры высотой в человеческий рост и весят примерно как человек, а не бронзовый памятник. Тут, может, килограмм... Ну, килограмм... Килограмм... Пятьдесят... Десят не больше. То есть, как настоящая дама, да? Нет, нет. Нет, ну да, да, может, меньше. Паменьше. Эта скульптура, словно бабочка, легко взлетела на балюстраду галереи Луиджи Русско. Пока ее красоту скрывает этот полиэтиленовый кокон. Но если помочь от него освободиться, сразу станет ясно, насколько она прекрасна. Обновленная терраса сразу привлекла посетителей парка. Это и хорошо, и плохо. Нежная красота из тонкого металла нуждается в защите. Из-за вандалов две фигуры пока так и не появились на своих местах в этой скульптурной галерее. Пост охраны всего в 20 шагах, но предотвратить преступления удается не всегда. Как раз видите, что рука этой скульптуры ранее была оторвана, потом она была при реставрации восстановлена, но сейчас реставрационный шов вновь разошелся, и мы ее опять будем реставрировать. Вот сейчас отсутствует скульптура фаун с козленком, у этой скульптуры оторвали козленка. Каждая новая реставрация почти всегда приносит открытия. На этот раз под каменными плитами лестницы нашли два скрытых помещения, правда без сокровищ и замурованных пленников. К сожалению, ничего мы в гротах не нашли, абсолютно пустые пространства, без всяких каких-то интересных находок, или даже неинтересных. Новые находки и открытия, считают ученые, еще впереди. Царское село полно тайн, и последняя история лишнее тому подтверждение. Дмитрий Ясковский, Юрий Мороз, Вести, Петербург.